Боже мой, ребят, я дура, что на это всё повелась. Всем привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян и я рада вновь приветствовать тебя на моём канале. Сегодняшнее видео обещает быть очень интересным, потому что это третья часть, то есть продолжение, в котором мы всё-таки решились залезть на чердак и посмотреть, что нас там ждёт. Если вы не смотрели предыдущие две серии, то советую посмотреть по ссылкам ниже в описании, а потом уже смотрите эту третью часть. Расскажу вкратце, что было во второй серии, чтобы вы образно понимали, если её не смотрели. Мы продолжаем разгадывать послания, которые кто-то для нас подготовил. В основном этим занимаюсь я, и с каждым днём нам становится всё страшнее и страшнее. В предыдущем видео кто-то намекнул нам на то, что следующая записка будет спрятана на чердаке. Мы там были с Полиной всего один раз, и то запечатлили это на мою камеру, подсняли и показали это в первой серии, и после этого мы слышали очень странные звуки. Какой-то топот, непонятные скрипы. Когда мы с Полиной снимали видео, слышали что-то необъяснимое, и это очень нас пугало. Мы, конечно, до сих пор напуганы до усрачки и скрываем всё это от наших родителей. Сейчас же наши родители уехали в продуктовый магазин, думаю, на час точно. Я думаю, этого времени нам точно хватит, чтобы залезть на чердак, посмотреть, что же нас там ждёт, потому что каждое задание мы с Полиной постепенно отгадывали. И мне интересно, что же всё-таки будет дальше, поэтому давайте не будем медлить, и наконец-то прямо сейчас поднимемся на чердак. Нам было очень страшно, ребят, я не спорю. Мы до сих пор боимся, Полина решила полезть со мной. Сейчас мы посмотрим, что там происходит. Я возьму с собой фонарик и уже занесла кольцевую лампу, как вы видели в начале этого видео. Мы уже всё подготовили, поэтому прямо сейчас можем идти смотреть, что находится на чердаке. Полина передаёт мне фонарик на всякий случай, пускай он будет лежать у меня в кармане. Вот так выглядит подъём тёмный чердак, где можно хоть что-то разглядеть благодаря моей кольцевой лампе. И мы поднимаемся. Я поднимаюсь, ребят. Полина стоит тут, меня ждёт. Мне страшно. Мне тоже очень страшно, но это придётся сделать, поэтому я аккуратненько поднимаюсь. Моя лампа уже стоит. Твою налево. Полин, ты слышала этот звук? Какой звук? Ты слышала? Какой, я не слышала. Как будто пробежал кто-то, ты слышала? Что за фигня? Ёкарный баба. Нет, 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 я не буду спускаться. Поднимайся. Мы уже доделаем до конца работу. Я не понимаю, потому что, что за бред происходит. Поднимайся, давай, всё. Ужас, нафиг мы всё это затеяли, конечно. Мне точно стоит подниматься. Точно, поднимайся. Я переставлю лампу. О, господи. Ещё на улице начинает темнеть. Так, теперь нужно искать подвох. Что конкретно находится на чердаке, Полина? И для чего нас сюда позвали? Ради чего? И что тут может находиться? Полин, желательно держаться за деревяшку, потому что мало ли что может произойти. Да-да-да, мы ходим только по деревяшкам. Аккуратно всё обходим. Смотрим, Полин, очень внимательно. Где что может лежать? Потому что... Погоди, посмотрим там. Так. Что-то видишь? Слушай, мне так страшно. Ещё вот на этих деревяшках у меня равновесие тупо. Я не могу стоять даже. У меня тоже самое. Ты что-то видишь? Нет, Полин, я не... Чё? Где? Погоди-ка. Стоп, ты про синий пакет? Он вроде там был. Не было его, Полин. Я отчётливо помню, что его тут не было. Карин, мы точно будем его открывать? Аккуратно. Карин. Аккуратно, аккуратно. Так, всё-всё-всё. Мне ещё... Я ещё снимаю. Иду тут еле... Это реально то самое, Полин. Что то самое? Вот этого не было. Подожди, дай я перелезу через эту хрень. Ну, сходи сюда. Полин, я не буду это брать. Тут нам насрали в пакет. Я серьёзно тебе говорю. Нифига, ты бери. Я всё открывала сама, теперь ты бери. Ой, спасибо, Каринечка, ты такая доброжелательная. Так. Нет, мне страшно. Я, пожалуй, пойду. В смысле? Сама открывай. Сядь тогда. Я тут рядом. Аккуратно сядь, ноги вот сюда, на эту ватку. Блин, мне не по себе. Единственное, что меня успокаивает, это то, что люк открыт. И мы сейчас просто с тобой не застрянем в чердаке, потому что для того, чтобы его закрыть, нужно очень постараться, чтобы убрать лестницу. Я, кстати, думала над тем, что кто-то может тупо закрыть этот люк, но эту мысль я сразу отбросила, потому что... Господи, я испугалась твоей тени. Я испугалась твоей тени. Давай вот сейчас без этого. Я достаю? Да. Весь в пыли. Слушай, может он реально тут лежал до этого? Ну, не знаю. А что там? Чё там? Чё там? Твои предположения. Вот как тебе кажется, что в этом пакете? Записка. Я себя почувствовала сейчас в фильме тупо проклятие Чаки, я не знаю. Кукла, что ли? Вот именно. Прикинь? И чё это? О боже. Погоди, мне нужно понять. Может у него в волосах чё-то. И чё, это всё? Чё там? Нифига, нифига. Снимай, снимай. Чё там? Две записки. Так, первое. Я надеюсь, это всё закончится уже, пожалуйста. Я таки малень... Тоже. Я то... Я тоже маленького возраста. Не смешно. Я тоже, мать его, маленького возраста. Господи, боже мой. Кукла? И типа я тоже маленького возраста. Может это домовой какой-то, я не знаю. Хоть бы домовой, Карина. Именно поэтому он нас водил на чердак. Полин, домовые бывают разные. И злые, и весёлые. Понимаешь, в чём прикол? И тут лежало ещё что-то. Вот такой вот конверт, где нам нужно сейчас расшифровать всё, что написано. Собери из... Из. Собери из... Пих... Тих... Би... Кв... Букв. Этих... Да, этих букв шло... Слово. Будь здорово. Две буквы лишние. Это типа в конверте лежат буквы, и типа нам нужно из них что-то собрать. Да. И две лишние. Смотри, смотри. Конверт пустой. И вот такие вот буквы. Снимай. Потому что, ну, я не знаю, что это за херня. Л, И, Ф, А, К, Е или Ш. Погоди, эта бумага была порвана. То ли это буква Е, то ли это буква... Это Ш. Ш. Откуда ты знаешь, блин? Смотри, получается, из-за этого нам прямо сейчас нужно собрать слово. У тебя есть какие-нибудь догадки? У нас есть шесть букв. К, А, Л, Ш, Ф и И. Ф. Ф, К, Л, Ф, К, Л, Ф, К, Л, может быть, нет. Нет. Ш, Ш, И, Две, да, буквы лишние написано было? Может быть. Шкаф. Шкаф. Точно, слово шкаф, потому что букве И и Л тут быть ни к чему. Ну, типа, никакое слово из этих букв не получится, при условии, если будут две лишние. Слушай, Полин, ну, это намёк, типа, на что-то другое? Или якобы мы уже закончили? Потому что вот это я держать ни на чердаке, ни у нас дома не собираюсь. Вот эта кукла, меня она очень пугает, я тебе честно скажу. Шкаф. Это, типа, нам нужно что сделать? Пойти к шкафу? Никаких букв, чтобы нам дособрать пазл, нет. Нет, получается, мозаика наша не собрана. Чем закончилось то предложение, мы так и сказать не можем. Может, в шкафу подсказка? Возможно, подсказка лежит в шкафу. Но нам тогда нужно просто поскорее сворачиваться и убирать всё с этого чердака, потому что я тут находиться больше не собираюсь. Я тоже, пойдём. Единственное, что меня не пугает, это то, что ты можешь посмотреть, что у меня за спиной, а я могу посмотреть, что у тебя за спиной. Да, вот я тоже об этом думала. Вот именно. Смотри, мы тогда собираем всё. Вот этот вонючий пакет, который неизвестно, сколько тут лежал. Может быть, мы просто в тот раз, Полина, с тобой не обратили внимания, и этот пакет всё-таки лежал здесь, потому что мы проходили. Мы их на камере запечатляли. Возможно, ребят, посмотрите в первой серии, был ли там этот пакет или нет. И напишите в комментариях. Да. Я беру с собой телефон. Всё, что я ношу с собой в кармане, с этими алфавитами, всё-всё-всё, не пригодилось. Короче, ребят, сходим, куда нам указали, и посмотрим. Мне очень интересно. Я всё сложила в пакет. Аккуратно встаём. И всё, мильно, давай мне камеру. Так не по себе, потому что именно с этого ракурса можно посмотреть на нашу комнату. И я надеюсь, что прямо сейчас я не увижу там никаких следов. Скорее, на этот раз я первая спущусь. Как скажешь, хочешь меня оставить тут наедине с каким-то неизвестным существом, который вот эту херню нам подкидывает уже третий день? Я не знаю, что лучше спуститься. Мне первая или тебе первая? Спускайся, спускайся. Только очень аккуратно. Аккуратно. Всё, туда, туда. Туда я наступила? Всё, ты наступила на лестницу, спускайся. Точно я на лестницу? Да, точно. Спускайся, и сейчас я тебе передам пакет. Нахер его, кинем просто. Спускайся, всё нормально, я жива. Мой телефон возьми. Так, пока Полина спускается, мне нужно чуть поближе пододвинуть кольцевую лампу, чтобы я могла её отсюда взять. Фух, кошмар какой. И не свалиться бы мне, чтобы всё нормально было. Очень аккуратно. Карина мне передала камеру. Давай, давай, давай. Шкаф. Вот наш шкаф. Что там может быть? Смотри. Карина, стоп. Под шкаф посмотри. Веря, закрой. Чего это за фигня? Тут какой-то огромный сундук. Это какой-то древний. Откуда? Я не хочу его открывать. Причём он даже толком-то и не закрыт. Он пахнет... Чем-то старым, да? Ну. Господи, за что мне это? Вот я не понимаю. Хочешь, я открою? Ты всегда что-то открывала. Давай, я открою. У меня на чердаке было стрёмно, здесь мне не так стрёмно. Давай, я открою. Открывай. На счёт три. Раз, два, три. Ох, господи. И чё это за херня? Здесь какие-то... Чё это за дичь? Смотри, тут какие-то надписи. Старинные, не на русском языке. И чё тут лежит? Ну-ка, сними-ка меня. Свеча какая-то. Тут лежат ленточки красного цвета. Свечка, которая воняет чем-то знакомым. Как будто бы мы уже чувствовали с тобой этот запах. Ну-ка, дай-ка понюхать. Фу, какой-то смех-то. Чё-то знакомое. Чё-то очень знакомое, да? И смотри, пазл. То есть послание. Погоди. Тебе буквы. Если мы достанем всё то, что мы с тобой насобирали, и попробуем понять, что это такое. Так, наш алфавит. Получается, как у нас всё было? Вот это тут, да? Вот это тут. Правильно я понимаю? Наверное. Да-да-да, тут. Так, вот это. Нет, это не тут. Вот так у нас было, правильно? Нет, чё-то не так. А нет, вот это вот было здесь. Нет. И здесь конец. Всё. Вот так это всё было. Ты скоро поймёшь, что? Я, тебя. И это последнее слово. Которое нам сейчас досталось. Да. Сейчас. Получается, первая буква. Это Р. Р. Дальше. Сидит человек какой-то. А. Это буква Ай. Похожая на А. Видишь? Ра. Это у нас перевёрнутый человек. З. Буква З. Да. Буква З. Молодец. Ра. И. Ра-зы. Вот это тоже перевёрнутый человек, да? Точно такое же. По-моему, нет. Ра-зы. Вот на этого похоже. Г. Ра-зы-г. Р. А. Ра-зы-г. Ра-ла. Ты поймёшь, что я тебя разыграла. Что за фигурой? Ра-за. Что? Что? Полин, я не понимаю, что такое? Погоди. Погоди ты, ёптитя. Ты поймёшь, что я тебя разыграла. Ты, что ли, разыграла? Да. Ты дура. Тут я всё подстраивала. Ты тупая, Полина. Полин, ты дура, что ли? Ты знаешь, как я напугалась. Крутой пранк на три видео. Блин, ты ненормальная. Ты меня столько пранковала. Ты неадекватная, Полин. Я уже давно тебе не пранкую. И что? Я реально боялась за нас. Все звуки другие ты тоже сама подстроила? Мы заходили в комнату. Кто сюда положил эту коробку? Я. А эта коробка у родителей была. А чердак мне папа показал, когда ещё дача строилась. У тебя такая крутая реакция была. Я думаю, чё это ты не пугаешься? Ты сама по себе очень пугливая. Я думаю, чего вот в такой ситуации ты не обсираешься? И знаешь некоторые буквы, и знаешь некоторые слова. Я пыталась... Полин, ты вообще офигела, что ли? Крутой пранк. Нет, Полин, не крутой. Карина, я так старалась, всё это подстраивала, рисовала. Вот это ты рисовала? Да. Ты понимаешь, что это всё в мусорку полетит сегодня же? Пранк же удался, а пусть летит. Ты нормальная? Ну я же тебя люблю. Не трогай, не трогай, не надо. Ты знаешь, как я напугалась. Ты знаешь, как я напугалась. Ты знаешь, что я всю ночь не спала. Тебе нормально? Да. Это пранк за то, что ты меня много раз панковала. Это месть. Причём как ты могла додуматься даже до такого? Тут всё настолько запутанно и непонятно. Как ты получила доступ к моему телефону с этой фотографией? Так там уже можно легко просто зайти без пароля и сфоткать. Я что-то даже не додумалась до этого. Я просто долго сидела, думала, как тебе отомстить, ты столько пранков делала. Меня все просят над тобой пранк сделать. А я сижу и думаю, может какой-то квест ей сделать. Блин, ты неадекватная. Вроде делайся страшно. Тебе клянусь, я реально думала, что это кто-то что-то подстроил с этой куклой, со всем остальным. Куклу я маму попросила. Я очень напугалась, Полина, очень напугалась. Куклу что? Я маму попросила купить в Ашане куклу. Капец, вы сообща, что ли, всей семьёй решили? Я думаю, что так вовремя родители уходят погулять и гоняют за продуктами. А знаешь, помнишь ту фотку привидения? Да. Знаешь, откуда она? Откуда? Из моего дневника Gravity Falls. Могу показать. Неужели я такая тупая, что на это всё повелась? Господи. Вот этот дневник. Из него я просто на инстакс сфоткала привидение. Взяла и сфоткала. Капец, просто. Блин, ты ненормальная. Ты просто ненормальная. Здесь много таких фоток. Вот такое есть. Выбрала, какую же тебе фотографию сделать. И выбрала фотку призрака. Чтобы вы понимали, ребят, вот чем я занимаюсь в последнее время. Все подсказки. Я всё пытаюсь изучить, на всё посмотреть, к чему бы это было. А Полина просто не парилась, нашла. Я уверена, алфавит в интернете. Перефоткала вот это привидение на инстакс, который благополучно был спрятан, а сейчас резко оказался у Полины на пумбочке. Ты ненормальная? Блин, ты просто неадекватная. Ты понимаешь, что я реально думала, что я сейчас найду какого-то домового. Что сейчас что-то будет такое, понимаешь? Я была напуганная. Я понимаю, что есть сейчас облегчение, но ты просто ненормальная. Неделю готовила этот квест, неделю. Сначала продумывала всё, готовила, прописывала, потом готовила реквизит. Этот цветок мама тоже в Ашане купила, набор для посадки. Полин, ты ненормальная, ну зачем? Ещё я пыталась тебе подыгрывать, как будто я тоже пугаюсь. Боже мой. Ребят, я дура, что на это всё повелась. Я думала, я сейчас спалюсь, когда ты свечку почуяла. Я думала, откуда ты этот запах знаешь? А он у нас стоял в туалете, эта свечка стояла. Вот почему я не могла заметить? Было бы круто, если бы я Полину спалила. Что она всё-таки меня пранкует и что всё это неправда. Капец, Полин, ну ты даёшь, конечно. Ладно, ребят, на этом всё, наверное, потому что мы сейчас с Полиной... Не трогай меня, будем разговаривать лично. Эй, я тебе сейчас такое устрою, Полин, ты не представляешь, я не спала всю ночь. Короче, понятно, ребят, я с вами прощаюсь. Огромное вам спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Это, конечно, трэш, я в шоке. У меня просто нет слов. Умный ребёнок пранканул меня. Это даже ни с каким больше пранком не сравнится. С ума сойти. Ладно, ребят, я вас люблю. Огромное спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok